Сегодня в суде номер 2 города Павлодар вынесен оправдательный приговор бывшему следователю, обвинявшемуся в утере вещественных доказательств. На судебном процессе побывала и наша съемочная группа. В уголовном суде Павлодара рассматривалось дело бывшего следователя Нурлана Тлиндеева. Служитель закона обвинялся в утере вещественных доказательств. События уголовного дела произошли еще в мае-июне прошлого года. Для проведения оперативно-розыскных мероприятий руководителю следственной группы Тлиндееву была выделена определенная сумма, помеченная специальной краской. После успешно проведенной операции и задержанию группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков, денежные средства, вопреки служебной инструкции, следователь положил в сейф, ключи от которого есть еще у ряда сотрудников. Деньги, а в этом уголовном деле они проходят как вещественные доказательства, и с сейфа исчезают. Ответственность за потерю возложили на следователя Клинзеева. Последовало служебное взыскание и уголовное дело. Сегодня, после судебного разбирательства, в этом деле поставлена точка. По данному делу совокупности других достоверных объективных доказательств, опровергающих доводы подсудимого в его невиновности стороной обвинения, не представлены. Поэтому все сомнения в отношении доказанности обвинения следует толковать в пользу подсудимого. Обвинительный приговор не может быть основан на предположениях и должен быть подтвержден достаточную совокупность допустимых и достоверных доказательств. Таким образом, суд приходит в вывод о необходимости признать Клинзеева невиновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотрен статьей 371, часть 1 Уголовного кодекса, и оправдание его за отсутствие в деянии состава уголовного правонарушения. У следователя появилось право на реабилитацию. Приговор еще не вступил в законную силу. Бульмира Боктярова, Ирлана Машев, Ертисахпарад.